Нет, нужно было понять, кто мы, зачем мы. И потом браки, любовь, это такая штука, которая совершается на небесах. И комментировать это, предвидеть это, невозможно, бессмысленно. Комментировать бессмысленно, предвидеть невозможно. Наверное, когда мы были здесь год назад, мы не думали, что все так случится. Все равно что-то происходит, что убеждает вас в том, что это ваш человек. Вот как ты начинаешь понимать, что и достоинства, и недостатки этого человека тебе одинаково дороги. Вот не спрашивая, что случилось, может быть, скажите хотя бы, когда это случилось? Очень давно, я всегда знала, что это мой человек. Как определяется, то есть на кончиках пальцев, или там взгляд, или что-то холодок где-нибудь во внутри живота? Если говорить о чувствах, приближенных к физическим, то вот когда ты расстаешься с человеком, у тебя там внутри такой комочек образуется, сжимается. Мне всегда нравилось, как он говорит. Мне нравилось, как он делает музыку, как он ее берет оттуда. Стихи, которые он пишет. Он талантливый человек. Говорят, что с талантливым человеком жить еще труднее, чем просто с любимым. Ведь быт это тот самый камень, который разбивается даже самое сильное чувство. Вы не боялись все как бы опускать до уровня быта? Вот чего бы у меня ни было, к моему великому удивлению, я вообще человек очень осторожный. Вот так это страхом. Удивительно. Мне кажется, что я вообще стала другим человеком. И совершала неординарные поступки. И сама себя удивляюсь. И мне это нравится. Потому что в один прекрасный момент я вдруг перестала понимать, зачем я. Ночи, кто я, зачем я. То есть до определенного момента я понимала, зачем я выхожу на сцену, о чем мне петь. А потом, когда все было спито, я перестала понимать, зачем. И тогда я стала искать ответ на этот вопрос. Я понимаю, что Леонид это один из самых главных ответов. Я знаю, что такое любовь. И я знаю, что такое ждать ребенка. Это большое счастье. Ну вот, кроме таких совершенно воздушных, очень приятных и сильных, наверное, чувства все равно же есть. Ну, например, кто-то должен первый встать, завтрак приготовить. Кто-то должен решить, я не знаю, там, кто поет за хлебом или кто будет нанимать домработницу. Ну, вот такая милость бытовая. Кто это делает? Вопрос для меня абсолютно решен. Нет таких вопросов. Я знаю, что это должна делать женщина. Я знаю, что мужчина это ребенок. Меня так воспитали. То есть вы с мусорным ведром, до мусоропровода или с пакетиком? До такой степени, потому что мы достаточно, как бы это, по-мягче сказать, состоятельные люди, для того, чтобы не до такой степени быт нас не угнетал. И, наверное, так бы-то мы не касаемся. Не я, не он. Ну, тем не менее, что-то же приятное сделает для любимого мужчины своими руками. Что? Завтрак с удовольствием, обед, если на это есть время. Что он для вас делает своим? Я еще не сплю. А что он делает для вас своими руками? Он любит готовить. Кто лучше готовит? Он. Да. Не знаю, в быту, наверное. Что еще? Все равно что-то изменилось. Наверное, как-то отношения перешли все равно в какую-то другую фазу. Я не знаю, она там хуже, лучше, глубже, выше или сбоку. Это не важно. Все равно как-то отношения по-другому, потому что у вас уже не двое. Не строится по-другому, наверное. Вот вы почувствовали в отношении Леонида к вам, что что-то изменилось? О таких вещах не имеет смысла говорить, потому что женщина в такой период, она очень мнительна. И что бы я сейчас ни сказала, думаю, от истины это будет очень далеко. Единственное, я знаю, что сейчас я переживаю бурю эмоций и стараюсь в себе много, многие эмоции подарить, потому что знаю, что... И несколько преувеличило все. Как в очках с такими сильными линзами, как будто существуешь. Варенька эти обсуждали, да? Мальчик или девочка? Как назвать? Да. Было? Да, Леня хочет мальчика, я хочу девочку. Дважды я пыталась это выяснить, и... Один раз сказать, что мальчик, другой раз сказать, что девочка. И она еще не подбирала? Мы решили не выяснять. Я думала над этим, и у меня есть предложение. Но это еще не обсуждалось. Самый лап, как у тебя чувствуете? Замечательно, спасибо. Спасибо.